Встречи на будущее. Производственники хотят заинтересовать рабочими профессиями выпускников. Школьники присмотреть себе специальность и возможное место работы. Экскурсию по предприятию «Каскад» провели для учеников 46-й гимназии. Из необтесанного в идеально гладкий. Металлические детали полируют ультразвуком. На слух неприятно, зато зрелище завораживает. О соединителях, электроизоляторах доступны и с примерами, рассказывает замдиректора производства. Его задача в первую очередь – заинтересовать. Хотя производство – это и так всегда увлекательно. Не каждый взрослый похвалится, что видел, как полируют металл, обрабатывают его на фрезерно-токарном станке. Вот это не проволока, это трубка. Здесь шесть отверстий внутри нее, представляете, на такую длину. Шесть отверстий. То есть заготовка помещается сюда, включается станок и прожигает отверстие со скоростью 10 мм в минуту. Причем железо любой твердости. Раньше не очень хорошо представляла, как работают инженера. И совсем не так себе представляла производственный цех. Я думала, что там все происходит руками, нет таких новейших технологий. Но сейчас увидела, что все совершенно по-другому. Показали, как все это работает. У меня появилось еще больше. Она не работает с инженером. Эти ребята технический профиль выбрали еще в прошлом году, когда поступили в инженерный класс. Теперь предстоит определиться с вузом. Вот тут-то и полезная экскурсия. Увидеть своими глазами производственный процесс и спросить у работников, на кого учились и как пришли в профессию. Получить консультацию у первоисточника. Собственно, для этого специалисты Центра занятости населения города Чебоксары и организовали школьникам экскурсию в НПО «Каскад». Одно дело – это информацию черпать из интернета и книг. А одно дело – это прийти на предприятие и увидеть профессию вживую. Я думаю, что после таких экскурсий у каждого школьника складывается какое-то свое субъективное мнение, которое ему в будущем, наверное, поможет с выбором профессии. Как раз здесь, увидев весь технологический процесс от проектной разработки до сборки и маркировки, ребята понимают, их это работа или нет. Я изначально рассматривался как программист, но сейчас их и так достаточно много и, возможно, я не смогу найти работу именно здесь, если останусь. Поэтому заинтересовался смежную, то есть не обязательно только глубоко программистом, а быть инженером, например, проектировщиком. Профориентационные экскурсии – многолетняя практика Центра занятости населения города Чебоксары, которая помогает старшеклассникам ответить самим себе на вопрос – кем быть? Ирина Волкова, Атнер Корсаков, Республика.